Всем привет, друзья! С вами снова я, Жека. И сегодня мы с вами посмотрим на модификации для Транспорт Фэбор. А именно, ЧС-2, ЧС-2Т, ТВЗ, 61-4177 пассажирский вагон, и Аминдорф, и Аминдорф. Такие вот, значит, вот он, ЧС-2, значит, ЧС-2 стоит у нас 10 миллионов, ну, почти 11, значит, у него максимальная скорость 160 км в час, мощность 5710 лошадок. Значит, Чехословакский пассажирский электровоз постоянного тока, заводское обозначение Шкода 25Е. Электровозы ЧС-2 строились специально для советских железных дорог, и благодаря своим выдающимся характеристикам использовались на наиболее скоростных линиях Советского Союза среди железнодорожников, получили прозвище Чебурашка. Вот так вот. Так, вот еще ЧС-2, 123 тонны. Чехословакский пассажирский электровоз постоянного тока, заводское обозначение Шкоды 52Е. Вот 34-го отличается крышевым оборудованием. Электровозы ЧС-2 строились специально на... А это мы уже все слышали. То есть, только по крыше отличается, да? Да. Только цветом крыши отличается. Ну, тяга у него и лошадки, да, одно и то же. И ЧС-2Т у нас стоит 12 миллионов. Не обращайте внимания, я просто записал все цены. Ну, а тут у нас... Ну, что я могу сказать? Ничего нигде не стоит. Значит, максимальная скорость 160 километров в час и уже, ну, с 1972 года. Ну, видите. Этот намного, ну, позднее. Он моложе, короче говоря, ЧС-2. Тоже, значит, 6281 лошадка. Тут у нас 5000. Ну, то есть он стал мощнее, но по тяге осталось то же самое. Чехословакский пассажирский электровоз постоянного тока заводской обозначения Шкода 63Е. От обычного ЧС-2 электровоз ЧС-2Т отличается в первую очередь применением реостатного торможения и внешним видом, который аналогичен у ЧС-4Т. ЧС-2Т получивший не очень лестные прозвища. Теремок, башни, кирпич, утюг. Стал основным локомотивом для ведения скоростных поездов на Октябрьской железной дороге. Ну, то есть... Ну, то есть та, которая шла от Петербурга. Так, и теперь нам надо найти ТВЗ-шку нашу. Так, ТВЗ Аминдорф. Значит, да, вот поскольку я наткнулся на Аминдорф, то у нас есть две вариации. ЖД СССР и РЖД. Кому какое угодно, тот и выбирайте. Значит, Аминдорф у нас стоит и в этом случае, и в этом случае 601 тысячу, вмещает 9 пассажиров, максимальная скорость 160 километров в час. Ну, производится с 1964 года, но, к сожалению, не помню по какой. К сожалению. Значит, пассажирский цельнометаллический купейный вагон. Вот почему мало мест. ЦМВ, ну, сокращенно. Впускавшийся в ГДР. Ну, это Германия. Сейчас вот это Германия. Специально для Советского Союза этот тип считается самым массово выпускавшимся за всю историю мирового вагоностроения 60-х по 90-е годы. Было построено более 30 тысяч таких вагонов. Вот так вот. А еще есть Аминдорф, по-моему, у меня, у меня есть. Не факт, что есть даже. Нет, нет у меня. Ну, как видите, значит, ТВЗ. Во! Что-то ТВЗ щетиков. Ну, они все стоят одинаково. Это уже понятное дело. Значит, вагон ТВЗ. У нас начинается вот этот вот. Ну, они все стоят 934 тысячи. Значит, вмещают. 14 пассажиров. Максимальная скорость 160 км в час. Пассажирский плацкарты вагон с гофрированным кузовом, выпускавшийся Тверским вагоностроительным заводом. Вагон на светах белорусских и железных дорог. Дальше у нас идет, вот, Аминдорф ЛДЗ. Ля-ля-ля-ля-ля. Данный вагон представлен в цветах латвийской железной дороги. Бред, это не цвета латвийской железной дороги, это цвет латвийской экспрессы. Ну, знаю. ТВЗ. Вот это вот раскрас у нас сейчас нету. Я вообще не знаю, откуда он, но подозреваю, что из Советского Союза. Ну, это ТВЗшка наша. Ваша, точнее, российская. И вмещает он в себя 14 пассажиров, как уже и было сказано. Значит, ну, то же самое, ну, тоже, просто в конце изменяется. Вагон в цветах латвийской железной дорог. Другой. Аналогичное описание. Да? Значит, то же самое. Может, так раз мы новее, и все, не более того. Ну, и, конечно же, то же самое. Только разные годы выпуска. Вот, кстати, ТВЗшный наш вагон, вот этот вот, ну, вот этот вот, российский, там, русский, да. Он у нас производится до 2020 года. Вот, скорее всего, даже вот этот вот. Ну, что ж, поскольку мы узнали все вагоны, все, что мы сегодня хотели, давайте посмотрим поближе на ЧС-2 и вагоны ТВЗ-614177. Возьму я российскую раскраску. Все это можно спокойно найти в стиме без моих ссылок. Поэтому, ну, я думаю, не составит вам труда найти это все. Там это сейчас очень быстро находится. Ну, на всякий случай, все-таки оставлю ссылочки в описании на скачивание этих модов, потому что, ну, мало ли вы не найдете. Так, 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 так 8, 9, 10. Включить немедленная замена, да. Все. Сейчас посмотрим, на что способен наш CS-2. Извините, что тут у меня CS-200 просто, ну, игра тогда вылетела. Ну, надеюсь, вы никому не расскажете. Итак, всем знакомый CS-2, я думаю. Что он всем знаком. Вот такой вот удалец. Значит, вагонное оборудование есть, как видите, это плацкартные вагоны. Точнее, не подвагоны, а внутри оборудование имеется, так что в этом плане все в порядке. Но, скажу честно, электровоз шумный. Довольно-таки. Но, тем не менее. Ну, это европейцы, он и есть европейцы. Ну, обратно до то, то есть, отсюда вот из Хинтердорфа доедя до Сюдова, до Унтердорфа. Поменяем его на CS-2. Поэтому сразу, пока я не забыл, скриншот на превьюшку. вот так вот тоже сделаем через ДОТ-010. С него взята текстура для этого электровоза. Так, теперь давайте-ка я быстренько сделаю следующую свою модификацию. И это у нас будет CS-2T. Я Миндорф. давайте вот этот. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Готово включить. Включить, я сказал. значит стоять. Миродненький мой. Двери у него открываются вот таким вот образом. Все знают эту схему. На советских вагонах обратите внимание, у нас присутствует штука для выработки электроэнергии, ну генератор он же. Он же генератор. Шторки занавешанные. Опять генератор. Опять. Ну, короче говоря, вы поняли. стандартный современный российский вагон, к тому же еще и плацкартный, да? Сюда я спрячу пока что. Вот. Сами знаете все вагоны, я думаю, большая часть россиян на них на них это самое, на них ездят в путешествия, путешествуют на этих вагонах и я думаю, им знаком этот вагон. Теперь посмотрим, на что способен наш ЧС-2 чего он достигнет гоня до следующей станции и оттуда он уже погонит в составе ЧС-2Т плюс Аминдорф. Вот так. Сегодняшняя серия сразу о двух электровозах, о двух типах вагонах, вагонов точнее. Так что сегодня будет более интересно так. Более тянуто, но более интересно, я надеюсь. вообще я посмотрю, вам почему-то понравилось, понравились эти обзоры модов. Это хорошо, что вот такая вот случайная выдумка рубрики дала мне контент, дала вам что смотреть и дало то, о чем морочить голову особо не нужно. Потому что, ну, описание есть, где скачать, есть, все есть, все, что надо есть, все, что надо имеется. Гениально, я считаю, гениально. Спасибо вам, Мододел, действительно, большое спасибо за вот эти вот модельки. Без вас я не знаю, что бы я делал. Ну, наверное, смотрел на то, как развивается City Skylines. А это дорогая игра. Ну, это бесплатный контент, так что это легко. Итак, у нас пояс умел разогнаться до 100 20 километров в час около станции. Да, 120. 121, 122, 123, 124. Вот, запомните. Максимальная скорость, которую выдал нам ЧС-2, это 124 километра в час. Неплохо. Кстати говоря, как вы видите, наш вот этот вот выработка генераторов, точнее, генератор, который вырабатывает электричество для вагона, работает, крутится, то есть, все реально. Ну, а теперь давайте же посмотрим на наш ЧС-2Т. Давайте я восстановлю игру, и заодно немножко отдохнем от этого шума. Значит, вот наш ЧС-2Т, 970-й, с него взята текстура. Как видите, у нас опять присутствует все электровозное оборудование внутреннее, в том числе и кабина. Ну, а что же такое Аминдорф? Что же это такое? Значит, это у нас купейный вагон, как видите, тут у нас коврик, а тут у нас сами купе, ну, то есть, вот, ну, вот что это такое называется. Все одно и то же, просто разные раскраски, как видите, да? Ничего нового нигде нету. Все. Ну, то есть, в принципе, я думаю, что ничем этот вагон не отличается от обычных купейных вагонов на российских железных дорогах. Тайп, Терр, почему ты лагаешь? Ну, что ж, погнали. Посмотрим, на что способен этот электровоз. Предварительно его нужно будет где-то вот в этом районе сфоткать. Как видите, генератор тоже работает, вырабатывает электричество, так что в этом плане все хорошо. Давайте я закрою это быстренько. Так. Во. Значит, при вас сделаю превьюшку на... На группу, на... Точнее, превьюшку на вгруппе, на... Ну, превьюшку на новость в группе ВКонтакте, да? Не мог подобрать поначалу слова даже. О, как вышло там. Плохо. Ну, думаю, максимум, который выдаст этот электровоз, это будет 120 км в час. Потому что тут у меня именно стойка он и выдает. кстати, довольно резко набирает скорость электровоза. все ссылки в описании, вы это уже знаете. 120. Ну, как видите, я не ошибся. Это... Ну, почти, наверное, максимально. Может, сейчас больше выдаст. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128. Ну, если бы не было станции, то он спокойно бы выдал 130. Если бы не было станции, да? Поэтому, на данный момент, я вам скажу большое спасибо за внимание. Всем огромнейшего. да, еще подписывайтесь на мой канал, проходите по ссылкам в описании, приглашайте всех своих друзей на мой канал, потому что сейчас развитие канала зависит не только от меня, но еще и от вас. Количество подписчиков от вас зависит, по-моему, ну, если вы не в курсе. Потому что, ну, действительно, на деле, на деле, так оно и есть. Всегда причем. так-то лучше. А то был здесь бугор. Ну, вот. Даже ТОП-70 не остановился для пропуска поезда. А наш ЧС-2Т идет дальше. Идет уже в сторону Унтердорфа. И, так сказать, возможно, уже возьмет оттуда пассажиров. Возможно, но не факт. Но сейчас он туда везет двух пассажиров, поэтому давайте же все-таки их найдем. Давайте посмотрим, как это выглядит, как сидит у нас пассажир в купейном вагоне. Где же ты? Где же ты? Где же ты? О, вот он. Итак, вот он наш пассажир. Как видите, он здесь виднеется в окошке. Сидит, о чем-то своем думает. Возможно, даже разговаривает сам с собой. Мы этого не знаем. Дверь у него открыта. Потому что, ну, наши соседи никого не боятся. Поэтому, ну, собственно, дверь открывают, когда они сидят одни. Вдруг к нему кто-то зайдет. Ну, вот, сидит. Все, как видите, в порядке. Ну, и, конечно же, он головой не стукается в верхнюю полку. А на этом действительно все. Всем большое спасибо за внимание. Всем огромнейшегося удачи и всем пока-пока.